ну-с обзор ботинок в этот раз за неделю что-то прям пошли косяком некоторые магазине купил поштучно в основном все на вес но в общем есть что показать но мерил какое-то название диранга ридунга ботанга чунгачанга не помню по моему их уже то ли уже нет в общем давно они были может быть сделают вариацию где каком-то обувном сайте я видел значит новые они стоят 90 бу около 30 легкие но вот это конечно хайкинговые шузы просто супер очень легкие я думаю даже будут легче некоторых полу ботинок ну мерил что про них говорить но вот видите то что новая может котироваться очень круто в проданных такие только одни за 40 новые плюс пересылки представляете так что скорее всего 30 если реалистично это размер 46 это интересный был улов роки сноубутс то есть тут резина вставленый носок что ли надо проверить вот ничего не написано просто очень твердая вот эта часть а здесь конечно замша и внутри вставочка видите то есть это прямо реально на какой-то медвежий колотун удачный я их прицепил потому что они новые только пыль немножечко а вот знаете подошва руки сзади чтобы все было понятно консулейт ну понятное дело а новые такие стоит 90 ну поскольку эти тоже новые ну думаю сороковник может быть даже полтинник посмотрю такие в общем своеобразные боты сейчас конечно к лету сноубутс как бы так они лежат хлеба не просят не успеешь оглянуться уже зима катит глаза так что нормально дождутся своего клиента так от руки плавно переходим к волварин тоже утепленная наверное рабочие но мягкий носок так по всему я потому что вижу я бы не назвал это какими-либо другими туристическими прочими но это явно рабочие нормальные так ботиночки tensulate по моему на другом ботинке была бирка по моему 200 плотность вот так нормально они так а плотненькие хорошо сделаны носок хоть и не стальной но твердый то есть так и нормально защищает хозяин по мере возможности вот видите их это вот метка росомахина вот нормально сделаны значит это они были на вес соответственно где-то долларов может 56 а принесут они я думаю в районе 40 надеюсь я таких не нашу не знаю может быть просто уже старые хотя в принципе вот у практически большинства ботинок есть номер модели здесь вот он есть по номеру модели набрал мне выдается чуток не даются адреса какие-то еще чего-то ни фига то есть это конечно не очень хорошо но поскольку прямо сделано отличное и состояние но близкой к идеальным все равно взял бы нормально и вот еще один голый на вид туристически ну прям очень похож замши типичная такая утепленные конечно там все внутри я вам нужно нормально магазин за 6 долларов схватил даже не стала проверять потому что в отличном состоянии видите какие тут эти еще прям чуть ли не как у гольфовых ботинок шипы стоять и но стальной носок ну какие туристические ботинки со стальным носком я не знаю это я считаю правым сто процентов рабочий то есть вот может быть какая-то старая модель не знаю ничего подобного по модели пробивал не нашел но поскольку опять же состояние просто отличная я решил взять на подошве износ ну прям вот минимальный и раз вижу такую подошву такими шипами это круто конечно поэтому цена ну начну наверное с 50 49 а там как пойдет это размер у нас очень большой 13 это 47 экстра вай то есть еще и на широкую лапку такая росомаха попалась такие вот ботиночки попались это же не на рабочие они или просто вестерн ничего про них не нашел это пандероса подошва написано oil resistant но это было навес так что стоя на мере долго 4 рискнул взять и вот не могу определить кожа это внутри как будто бы вроде бы тоже на ощупь или кожа или очень хороший кожзам не скорее все кожи вот похоже как будто бы может быть и не кожа но по запаху вроде кожи это может быть как поджечь посмотреть какой найти угол и так по краю такая только одна пара висит за 49 долларов бу а эти по моему новые это на подошве по моему тут просто следы что их куда-то кидали бросали еще чего-то размер кстати сорок седьмой думаю вот протру подошву как следует будет проблем на терне специально это туда щетка чтобы там выглядела как новое и может быть как новое насок мягкий вестом такие полу сапоги наверное так можно назвать еще и замочком могут принципе идти нормальный каблучок так все на девочка тут все поэтому я рассчитываю полтинник а новые они вообще неизвестно так судя по наклейкам был ценовые были наклейки частично что-то очень старенькая но не не дико старая не винтажные потому что сделано в китай лет 20 может быть идти играй гармонь гармон гармон ботинки авторизованные местными вояками то есть ты вполне можешь эти боты купить и носить или на или бесплатные дамы выдают потому что я помню с одним парнем разговаривал студентом бывшим морпехом он говорил даже что он свою винтовку сам купал непонятно то есть что-то из-за обе одежды может они себе выбирают сами но можно просто на это деньги дают они выбирают не знаю а новые стоят они 150 легкие называется это t8 nfs 8 это высота 8 дюймов nfs need for speed то есть нужда для скорости то есть если быстро нужно бегать прыгать скакать и так далее они не сказать чтобы утеплены и так с прокладочкой но я думаю что да что не утеплены потому что ну какие вот эти дырки для зимних ботинок понятное дело там технология такая что вот этот вот материал быстро высыхает что-то в общем супер-пупер и так далее размер к сожалению 41 41 с половиной то есть стоит будет не очень дорого это не повезло магазине вывезли бромбин такую трешку и там был наверное штук шесть ботинок таких вот армейских песочного цвета и там один был чувак он тоже там где в разъезд я узнал мексикальности визуально и он так ту близко тоже оказался как я лучше ближе и он так почти все схватил и я вам буквально у него из-под носа взял эти и я потом понял я там еще одну пару взял они оказались ничего не стоит в общем максимум долларов 15 что ли типа того тяжелые я поставил на полку вот а эти самые цены все-то все остальные были другие вот только эти были вот такого вот крутого тактического вида там уже столько прошло я уже понимаю вижу ну хотя дай бог если чему досталось нормальным не хай что называется ну в общем называется вот схватил то что было близко лежала ко мне и не упрям не прогадал супер классные ботиночки значит еще раз новые 150 в таком приличном хорошем состоянии от 70 ну 69 наверное запущу и там посмотрим как пойдет и напоследок я припас дабл эйч вестерн ох супер жалко размер большой может оставил бы себе или сына это сорок седьмой дабл эйч дилл айс кстати вот читаю прям дилл айс ворк вестерн то есть рабочие вестерн то хочешь то и делай хочешь как вестерн хочешь работой хочешь все вместе и это конечно крутяк это тоже было в развес подошва смотрите в идеальном состоянии для винтажных ботинок новое они я посмотрел до сих пор делают в америке дабл эйч ты падишь ты где-то 250 300 с хвостиком кстати опять же разброс цен 250 350 классно да просто грамот набираешь на полу на зоне и так вот вот такой дают диапазон это уже выбираешь размер он тянут по такому размеру там ладно может 240 а вот такой размер уже 350 классно пойди угадай называется иначе в таком хорошем состоянии вот эти ботиночки будут стоить в районе сотни я рассчитываю может даже подороже там прекрасное состояние начну наверно со 150 и там посмотрим прошивочка смотрите все как полагается похоже на вот тот самый норвежский ранд насколько я могу судить ух как все сделано то прям супер просто нет слов прям шикарные вестерн ботинки с нормальным каблуком таким вот ну как сказать он не очень высокий потому что здесь тоже подошва толстая но и в отличие от вестерна все-таки подошва то видите такая из дубленой кожи то есть это не строго говоря не совсем прям вот вестерн вестерн вот но вестерн такой широкий жанр что он охватывает очень много ботинок прям просто вообще удивление как они мне в руки попали как они в бины попали вот еще удивление ну что-то где-то кто-то швырнул наверно там в гудвилле не стал разбираться там рядом были очень похожи только меньшего размера пятка уже была прям сношена так как следует я вначале было бы и взял потом бросил и так я видел их кто-то люди брали смотрели бросали обратно не там так по бинам путешествовали отправились путешествие классные боты это вот две моих просто прям классных находки гормон и double h супер вот ну и напоследок напоследок напоследку раз уж обувная пошла тема просто не записали к основному видео парочка деловых ботинок поэтому ребята которого интересует только рабочий вы можете называется выключать аллен эдмонс бизнес ботиночки симпатичный как то видите прошиток носочек кстати шов только здесь внутри шва не ощущается во всяком случае это очень дорогой бренд просто так он не продается обычных обувных магазинах вот сколько мы не смотрели разных это вот специализированные это значит такой уровня джонстона мёрфи пол хан такие нормальные серьезные для таких реальных деловых товарищей новые это будет стоить где-нибудь 150 и типа того опять же точно не могу сказать потому что в их магазине они по 200 на амазоне зависит от размера уже могут и по 100 какую-то модель можно поймать какой-то размер и цвет стоить они будут я знаю сколько 40 потому что у нас похожая пара недавно ушла тоже таком хорошем состоянии это я в магазине покупал за 6 долларов значит вот 6 и 40 прошу ботиночки вопрос наверное что за деловые товарищи на таких вот бизнесом там вообще занимающиеся шопят в сегменте бу-ботинок то они вообще в принципе в вопросе уже есть ответ что они за деловые не все же кто одевается формально получают шестезначные зарплаты кому-то нужно одеть просто приличную обувь и кто-то понимает толк в обуви но не получает таких зарплат чтобы покупать ботинки за 150 200 баксов и вот эти люди соответственно покупают ботинки типа этого типа этих это моя версия кстати подошва дубленая кожа то есть все как как надо ну это . соответственно лицами кстати взнос там совсем минимальный и винтажные еще магазинчики alder new england на вид ничего особенного вообще у меня сразу что заинтересовало и это пятка вначале подумал чинили что ли пятку сносили и при сандалили а потом увидел она уходит туда вовнутрь под вот эту вот эту вот а не знаю как тоже кожа дубленая под нее уходит то есть так уходят здесь вот эта часть это очень плотная по моему резина может быть кожа не могу сказать это надо царапать смотреть и это меня заинтересовал что-то так оригинально сделаны стал смотреть ого-го то есть вот эти винтажные сделаны в америке понятное дело полуботиночки кстати видите тут еще идет как бы так псевдушнуровочка по краям так вот она уходит сюда здесь вот эти вот физики будут стоить в районе пятидесяти семидесяти долларов точно не могу сказать потому что нужно внимательно посмотреть каждый может как новая царапинка она убирает соответственно несколько долларов ну я рассчитываю полтинник так буду по минимальному идти начну 70 называется там посмотрим вот такой был хороший заход дубленой кожи подошвы соответственно все как полагается алда мэйден и лесой это как сейчас помню они прям рядом лежали на полке и я так иди к папе это я хорошо зашел помните как куравлев его васильщик мне профессию размер 44 с половиной 10 с половиной средней ширины и вот такие вот интересные макосинчики на любителя все кстати с кожи сделано все просто прямо так что приятно взять в руки так вроде бы уродливо так очень-то издалека так счет и не поймешь но у винтажных ботинок у них свой определенный спрос это люди которые вот как-то в них понимают и какие-то винтажные стоит прям а какие-то прям ничего даже в отличном состоянии не угадаешь ну вот на этом все надеюсь вам понравилось комментируйте кому что понравилось кому чего нет конечно сложно комментировать ботинки которые ты не одевал я понимаю но моем случае тоже самый я же несет могу водить что за маленький что-то большой поэтому чисто по опыту сужу что в общем так наверное она вот так вот или вот эдак а вот так что до встречи я на комментарии отвечаю так что пишите